На фоне различных новостей и потрясений, постоянно сменяющих друг друга, ежедневные сводки статистики по заболеваемости COVID-19 как-то поблекли и отступили на второй план. Между тем, в медицинских учреждениях Бреста наконец-то есть новости. Хорошие новости. Как пояснили в Брестской городской поликлинике номер два, самые опасные пороги заболеваемости остались позади. Медики вздохнули с облегчением, а ближайшая вспышка прогнозируется не ранее лета. Учреждения здравоохранения Брестская городская поликлиника, как и все учреждения города Бреста, столкнулись с очередным витком подъема заболеваемости коронавирусной инфекции в конце января-начале февраля этого года. Подъем был резкий и очень значительный. Если, например, у нас плановое посещение было до 1000 человек в день, то на этот период подъема пика заболеваемости коронавирусной инфекции мы принимали до 1500 человек в день. На сегодняшний момент так же резко, как произошел рост, так же резко произошло и снижение данной заболеваемости коронавирусной инфекции. Значит, на данный момент у нас где-то около 50 человек состоит под наблюдением контактной бригады. Положительная динамика обусловлена сразу несколькими факторами, одним из которых является формирование коллективного иммунитета населения. Ведь если в целом по городу процент привитого населения составил более 60, то в данном учреждении здравоохранения эта цифра значительно выше. Наше население активно проходит вакцинацию на базе нашей поликлиники. И вот буквально на сегодняшнее утро у нас привито около 72% населения. Также ревакцинировано уже около 14%. Ну, если говорить о числах, то это где-то около 26 тысяч человек. Информация о резком снижении заболеваемости коронавирусной инфекции и стабильной ситуации на протяжении нескольких недель актуальна для Брестской детской городской поликлиники номер 2. Несмотря на это, прививочная кампания не сбавляет обороты. Ведь маленькие пациенты – одна из самых незащищенных категорий граждан. На данный момент можно отметить снижение заболеваемости инфекции COVID-19 среди детского населения. Но все-таки я бы хотела отметить, что не стоит забывать, что инфекция существует, так как дети могут переносить ее как в легкой форме, либо средней, тяжелой, так и в тяжелой форме. Поэтому в настоящее время лучший вариант, позволяющий уменьшить риск распространения инфекции COVID-19 и предотвратить тяжелое течение болезни – это все-таки вакцинация. В нашей поликлинике мы вакцинируем детей в возрасте с 12 до 18 лет. Получить прививку можно после медицинского осмотра, как в прививочном кабинете нашей поликлиники, так и в процедурных кабинетах, которые находятся на базе учреждений образования, тоже относящихся к нашей поликлинике. За период с начала текущего года вакцинацию здесь прошли 2174 маленьких пациента. Вторую вакцинацию – 1514 человек. В учреждениях здравоохранения, которые мы посетили, для иммунизации населения в данный момент используется инактивированная вакцина китайского производства «Веросел». Она хорошо себе зарекомендовала высокой степенью защиты и отсутствием побочных эффектов. Продолжение следует...